Русский в Англии. Самоучитель по билетристике Бориса Акунина. Авторская аудиоверсия. Борис Акунин. Это я. Русский в Англии. Это название книги. Самоучитель по билетристике. Этот вот заголовок. Введение. Перед вами нечто вроде кулинарной книги. Шеф в белом колпаке будет открывать вам тайны дуршлака и поварюшки, накопленные за долгую жизнь плиты. Причем это кулинарный курс с дегустацией. Я буду не просто объяснять теорию, но и варить, жарить, мариновать сам. У вас на глазах. А потом кормить вас тем, что получилось. То есть вы будете находиться не в ресторанном зале, куда подают на подносе готовые блюда, а на кухне. Можете просто слушать и кушать. А можете попробовать собственные силы в гастрономическом искусстве. И сравнить. Вдруг у вас получится вкуснее. И если кто-то подумывает, не стать ли писателем, может быть, этот опыт приблизит вас к цели. Сегодня, как многие уже слышали из анонсов и видели в подзаголовках наших трансляций, у нас в гостях писатель Борис Акунин. Григорий Шалович, здравствуйте. Здравствуйте, Никита Альшев. Здравствуйте всем. И повод для нашей встречи стала книга «Русские в Англии. Самоучитель по билетристике». Сразу скажу, что самоучитель по билетристике заряжен многими историями, интересными событиями, которые происходили с нашими соотечественными в разные эпохи в Англии. И это некий такой материал для будущих упражнений тех, кто собирается писать свои художественные произведения. Собственно, это действительно классический самоучитель. Да, Григорий Шалович, я не ошибаюсь, что построено по канонам, по которым строится любой самоучитель, что игры на гитаре, что, я не знаю, чего угодно. Надо сказать, что я никогда в жизни не пользовался самоучителями и туманно сердцами, как они устроены. Поэтому, если моя книжка действительно похожа на классический самоучитель, могу только сказать о, как я угадал. Давайте я вам сделаю страшное признание. Моя книжка только прикидывается самоучителем. Дело в том, что у Василия Апстеновича был когда-то роман, который мне ужасно нравился, он назывался «Поиск жанра». Для писателя это самое главное – найти твой собственный жанр. Потому что существует множество замечательных жанров, но они как готовый костюм в магазине. Они сшиты по каким-то, так сказать, абстрактным лекалам. Где-то они тебе жмут, где-то они тебе велики. И чем старше я становлюсь, тем больше меня тянет придумывать жанры, которые в точности, форма которых в точности позволяла бы мне выразить свои мысли и чувства. И вот эта книжка, на самом деле, если она похожа на самоучителя, это прекрасно. Но вообще-то она представляет собой некое, надеюсь, органичное сочетание трех очень разных жанров. Во-первых, это просто новеллы, билетеристические. Во-вторых, это исторические эссе. И в-третьих, это какие-то накопившиеся у меня мысли и соображения по моему ремеслу, по ремеслу билетериста. И все это, на самом деле, представляет собой некий единый, развивающийся, может быть, не очень очевидный сюжет и текст. Вот. Я, на самом деле, думаю, что очень небольшая часть моих читателей действительно сядет и станет выполнять домашние задания, которые я там задаю. Если кто-то действительно собирается всерьез писать литературу, я надеюсь, что эта книжка ему не помешает, а поможет. Но, в общем, эта книжка в целом, ну, это все равно как бы билетеристическое, развлекательное чтение. — Григорий Шалович, у меня все-таки важное уточнение из категории «курица или яйцо». Все-таки вы хотели изначально рассказать о русских в Англии или написать учебник? То есть, ну, самоучитель. — Я хотел, как, впрочем, в каждой своей книжке рассказать о своем ощущении от жизни и окружающего меня мира. «Русский в Англии» — это как бы такая, ну что ли, метафора. Я там это объясняю в книжке. Потому что каждый из нас в жизни — это такой русский в Англии. Если понимать, что ты — это ты, и ты попадаешь в какой-то иностранный мир, в котором ты постепенно живешь, осваиваешься, узнаешь его законы, приспосабливаешься к нему с большей или меньшей успешностью. Но потом всякий писатель — это русский в Англии, потому что он как бы такой попаданец, он инопланетянин. Он попадает в мир других людей и пытается проникнуть в их жизнь. Пытается быть таким же, как они, изображать что-то такое же, создавать какие-то свои жизни. Ну и кроме того, конечно, это в прямом смысле про русских в Англии, потому что я русский, который уже давно живет в Англии. Меня занимают мои предшественники, которые жили на этом замечательном острове в прежние времена. Я нахожу всюду их следы, я ищу их. Я пытаюсь себе представить, что они думали и чувствовали, что было тогда, что сейчас. Все это в книжке есть. Григорий Шалович, вы все-таки поселились в Англии уже зрелым человеком, уже состоявшимся, со сложившимися многими вещами. Вы пытались в чем-то стать англичанином в каких-то отдельных вещах или нет, или даже не пытались? Ну, нет, конечно. Я всегда и всю жизнь пытаюсь стать самим собой. Мне кажется, что каждый из нас должен двигаться по этому пути, себя как бы открывать и приближаться к тому, чем ты должен был бы быть. Нет, конечно. Я отношусь к Англии с большим интересом, большой симпатией, большим уважением. Мне очень интересно все, что здесь происходит. Я, естественно, будучи писателем, пытаюсь сделать какие-то свои собственные доморощенные выводы и заключения. Без этого я существовать не могу. Но я остался с собой. Один из героев моей книжки – это граф Воронцов, многолетний российский посланник в Англии и, главное, так сказать, англоман, который обожал все английское, но при этом любил кушать только дома у себя русские кушанья и даже не выучил английского языка. Потому что ему показалось, что это необязательно. Сейчас это, конечно, обязательно. Сейчас здесь на французском, как те времена, не особенно пообщаешься. Но в остальном я как бы Семен Романович понимаю. У вас прекрасно описано, как Семен Романович, не любивший завтракать вообще, тем не менее каждое утро ему подавали завтрак. Он там наткалывал это яичко, брал его ложечкой, прихлёбывал кофе. И, в общем, на этом его завтрак заканчивался. Но порядок. Завтракать должно. Это английское или русское? Это у него там другая мотивация. Чтобы прислуга была занята, да, чтобы не просто так. Он не хочет обижать прислугу, которая готовила завтрак. И вот это скорее английская черта. Это английская черта думать как бы о том, чтобы не обидеть окружающих. Это черта, которая, прямо скажем, симпатична. Но почему Англия в разные эпохи оставалась всегда местом притяжения для наших соотечественников? Я думаю, что дело в английских законах и традициях. Потому что этот остров много лет последовательно привечал тех, кого изгоняли или кому было опасно находиться на других территориях. Он часто делал это во вред себе. В 1911 году была замечательная история, когда русские революционеры устроили в Лондоне целое побоище. Такой революционный экс, к которому они привыкли на родине. До того момента английская полиция ходила безоружная. Потому что когда эти констебли пришли арестовывать этих боевиков, те, ну что, пришли жандармы, они достали. Маузеры начали шмалять и уложили на месте нескольких полицейских. Я живу в районе, где висит до сих пор мемориальная доска с именами этих полицейских, убитых русскими анархистами. После этого в Англии началась кампания за то, чтобы всю вот эту революционную фужуру, которую у нас здесь такое творит, из страны выдворить. В английском парламенте были принесены замечательные слова. Там было сказано, что отказ от идеалов принижает качество нации. Это вот очень важная вещь, когда нация заботится о своем качестве, о своем достоинстве и готова за это даже платить существенную цену. Вот англичане никогда не выдавали тех, кто просил у них убежище. Вот они принимали людей любых взглядов, даже таких взглядов, которые здешнему истебли, чтобы были чрезвычайно несимпатичны. Вот поэтому, ну это вот как бы такое давнее прибежище для очень разных людей. Ну и, наверное, еще одним идеалом в данном случае, против которого, собственно, авторы законопроекта выступали, была вот эта очень странная для нас английская фикция, как они сами ее называют, что полиция – это граждане, выполняющие гражданский долг, а не государственные служащие, поэтому оружие они не должны носить. Вот вы сказали, что третьей составляющей вашей идеи написать эту книгу было бы поделиться какими-то наработанными, так сказать, секретами ремесла. Ну, в классическом ремесле поступают сначала в мальчики, потом становятся подмастерьями, потом, если повезет, мастерами. Понятно, что у писателей чаще всего не так происходит. Но, тем не менее, наверное, вы кого-то своими мастерами считаете, своими учителями. В ремесле именно, в писательском. Могли бы кого-то из них назвать? Кто учил вас? Я в своей книжке многих из них называю. Вот дело в том, что абсолютно идеальное литературное произведение, совершенный шедевр, да, складывается, как я понимаю, из трех элементов. Из стиля, манеры изложения, из идеи и из интересной темы. Если есть хотя бы один из этих элементов, эта книжка уже достойная, она достойна прочтения. Если есть два элемента, это великая книжка. Книжка, которая сочетает в себе все три элемента, но я, например, не знаю. Это значит, что у каждого выдающегося писателя нужно учиться не всему, а чему-то, в чем он силен, что у него отлично получается. Для меня, конечно, по части стиля, а это технически самая сложная вещь, образец, конечно, булгаковская. Булгаковская проза, и не столько даже «Матерь Маргариты», сколько «Белая гвардия», где мне все кажется совершенством. Это проза, которая звучит совершенно как музыка. И ты видишь, что это никак по-другому сказать нельзя, нет ничего лишнего. Это то, чего мне всегда очень хотелось и сейчас хочется, чтобы слова в предложении стояли таким образом, как будто это было так всегда и никак иначе быть не может. Потому что, когда это происходит, это дает массу неочевидных и очень сильных эффектов, волн, которые воздействуют на читателя, на восприимчиво к музыке читателя. А так, вообще-то, для меня, пожалуй, вершиной художественной прозы является повесть Хаджи Мурат, где мне все кажется совершенством. Ну и я, собственно говоря, там одним из заданий в моем самоучителе является подражание стилю того или другого русского или английского писателя. Я объясняю, чем каждый из них кажется мне замечательным. А какие качества, какой обязательный набор качеств необходим для писателя, без которого всуваться в эту область никак нельзя? Это то, с чего я начинаю. У меня в предисловии прямо про это написано. У меня есть там глава, которая называется «Маленькая кнопочка». Вот она или в человеке есть, или ее нету. Кнопочка – это такой вот тумблер, который позволяет тебе стать другим человеком. Вообще литература, художественная литература – это единственный вид искусства, который дает уникальную возможность тебе на время стать другим человеком. Никакой другой вид искусства этого эффекта не создает. Не кино, потому что ты все время видишь на экране каких-то других людей. Когда ты читаешь, я не знаю, замечательный роман, ты на время становишься кем-то из героев, из персонажей. Ты выходишь за пределы своего «я». Это уникальный совершенно опыт. И писателем, на мой взгляд, писателем и билетристом, я имею в виду, может быть, выдумывающим историей, может стать только человек, у которого есть эта внутренняя возможность. Он может как бы выходить за пределы своего «я» и превращаться на время в кого-то другого. Это врожденное или это можно как-то, как слух музыкальный, немножечко развить? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю про себя, что, вот сколько я себя помню, я всегда там еще ребенком играл в эти игры с детского сада, что это не я, а кто-то там другой. Дартаньян. Нет, кто-то другой в моей группе по детскому саду. А, из реальных людей, да? Да, да, да. Я как бы выходил из своего этого самого тела и перемещался в другое. Я до сих пор в эти игры играю, когда там где-нибудь в аэропорту или где-то, я вижу вокруг людей, нечем заняться. Я смотрю на каждого из них по очереди, да, и пытаюсь себе нарисовать вот мир этого человека. Не столько даже угадать, сколько именно вот создать, вот с таким лицом, с таким обликом, что этот человек, что он собой представляет, что у него там сейчас происходит, о чем он сейчас думает. Вот мне кажется, что для человека, пишущего художественную прозу, это качество самое главное. А стилю, законам композиции и каким-то прочим делам можно научиться, что я и пытаюсь сделать в своих уроках, подсказать какие-то вещи, которым я сам в свое время там научился. Методом проб и ошибок. Вот вы сказали, что пытались залезть в шкуру другого человека еще в детском садике. А когда вы этот другой мир решили впервые попробовать перенести на бумагу? Я это тоже там про это пишу, это смешно. Мне было где-то лет 20 с небольшим, когда мне впервые пришло в голову, что истории, которые я придумываю для собственного развлечения, могут быть интересны кому-то другому. Я попробовал написать детектив. Я там рассказываю, какой, не вполне обычный. И я увидел, что у меня ничего не получается. Потому что одно дело в голове рисовать образы, другое дело использовать буквы лафавита. И из слов, из предложений уходит вся энергетика, уходит вся живая вода, ничего не двигается. И я понял, что у меня это не получится. Я после этого еще 20 лет занимался литературным переводом, то есть смотрел, как мастера работают с алфавитом, учился у них тому, что нужно делать, и тому, чего ни в коем случае не следует делать. Как-то вырабатывал все эти навыки. И в следующий раз я вернулся почти через 20 лет к следующей попытке. Я начал писать Беретвичу, когда мне было уже 40 лет. У вас в второй части вашей трилогии о Пелагии, в «Пелагии и черном монахе» есть персонаж, гениальный актер, который с легкостью перевоплощается в любой персонаж, абсолютно органичен в этом воплощении, но лично сам представляет из себя полное ничтожество. Ничтожество от слова «ничто». Он лишен собственной личности. И суть к тому, что я знаю, с актерами это действительно нередко бывает в реальности. Они скучные, серые, неинтересные люди, если не говорят словами и не воплощаются в образы Шекспира, Толстого, кого-то еще. С писателем может произойти такая штука? Вот Дмитрий спрашивает, насколько важно для писателя не заиграться, быть другим, а то можно так войти в образ, что потом трудно будет выйти из него. Или это невозможно? Нет, свихнуться, конечно, можно. Потому что твое топливо – это содержание твоей собственной черепной коробки, да? То есть это довольно, так сказать, мир клаустрофобичный, конечно, и полно случаев, когда писатели с приветом. Значит, мне кажется… Так, во-первых, я скажу про актеров. С актерами я раньше тоже так думал, но когда я готовился писать театральный роман, я встречался и разговаривал с разными замечательными актерами и актрисами. И там вот какая штука. Актер, настоящий актер, вот такой вот органический актер, он актер все время. Он все время… Такое ощущение, что он все время что-то играет. Актриса, например, все время… Он все время пытается на тебя произвести впечатление. У него как бы встроено это, да? Он все время как бы улавливает, что тебе нравится, что тебе не нравится. Актеру надо, чтобы его любили. Чтобы его любили вот все окружающие, такому вот архетипическому актеру. Но если ты начинаешь с актером говорить про его ремесло и про его профессию, он тебе расскажет удивительные, поразительные вещи, потому что там его центр жизненных интересов. Там он настоящий, да? Это все равно, что я не знаю, какой-нибудь замечательный певец. Певца надо слушать, как он поет. Спросите художника, что ты хотел сказать своей картиной. Чаще всего услышишь какую-нибудь дребедень. Я разговаривал с замечательными художниками, которые в этот момент как-то это самое, но они не про слова. Они устроены так, значит, писатель про слова. Слово – это смысл. И писатель, как мне кажется, ну вот с человеком, так сказать, сосудом без внутреннего своего собственного вина быть не может. Или во всяком случае он вряд ли напишет больше одной хорошей книги. Я напомню, что у нас сегодня в гостях писатель Борис Акунин и в центре внимания книга «Русские в английском». Учитель по билетристике. И я хотел сразу же спросить про урок четвертый – хлопоты любви. Понятно, что любовь, она бывает разная, но самое главное писательский опыт. Хороший писатель должен исходить из его опыта или выходить за рамки. Ну, конечно, не надо руководствоваться своим опытом ни в чем, и об этом я тоже пишу. Вот. И нет, нет, нет. Не надо, на мой взгляд, не надо описывать, переносить на страницы своих книжек людей, которых ты видишь в жизни. Это, во-первых, игра в поддавки, а во-вторых, в этом нету никакой необходимости. Ты писатель, ты создаешь вселенную, тебе нет мюзды перемещать туда каких-то персонажей из другой вселенной. Это твоя вселенная. Ты там совершенно свободен. Делай так, как считаешь нужным, как считаешь правильным. Вот. Ну, нет, я никогда, я никогда, я из жизни, если что-то и беру, то фразы какие-то интересные, которые я где-то услышал, или, например, какой-то жест, вот, или какую-то вот манеру или аффектацию, которая кажется мне любопытной. Не могу. Я в ранней юности, как и очень многие люди моего и вашего поколения, был фанатом Ильфа и Петрова, знал наизусть «12 илев золотой теленок», и одним из острейших наслаждений для меня было прочитать записные книжки Ильи Ильфа, да, прямо вот эта вот часть ремесла стала видна. У вас есть что-то похожее, вот какие-то такие записные книжки, которые теоретически могут быть когда-нибудь изданы? У меня полно записных книжек, я не выхожу из дома, она у меня все время должна быть под руку. Не говоря уж про то, что важная часть моего рабочего процесса – это утренние прогулки. Когда я упираюсь в какую-то проблему, я должен выйти и пройти по некоему важному для меня магическому маршруту, где я знаю, что у меня будет работать голова, и я все записываю в записную книжку, но издавать это совершенно невозможно, просто потому что я сам месяц спустя не могу прочитать эти каракули. Это все какие-то аббревиатуры, какие-то обозначения, которые никакой ценности, кроме сиюминутной, не представляют. Григорий Шалович, хотелось спросить про создание персонажа, и любой персонаж, я не знаю, начинается он или нет, но так или иначе должен обладать именем. В кладбических историях вы рассказывали в том числе, что кладбища становились источником. Вдохновение для создания того или иного имени в персонажу. Как сейчас обстоят дела? Наоборот, в кладбище имя становилось, так сказать, искрой, из которой потом появлялся персонаж. Я пишу о том, что наречение персонажей – это очень важная вещь, научить которой я не могу, потому что я сам не понимаю, как это происходит. Значит, если я неправильное имя дал персонажу, он не оживет. Я это знаю очень хорошо. Поэтому у меня очень много иногда уходит времени на то, чтобы понять, как этого человека зовут. И я верчу в голове, перебираю, как это самое, как полоумные какие-то имена, фамилии. Что-то должно щекать, надо, чтобы он отосвался. Иногда, на самом деле, не так редко бывают какие-то вещи, которые я очень люблю, мистические вещи, когда я вдруг получаю из меня какие-то сигналы. Я человек совершенно не мистического склада, но я при этом знаю, что в моем ремесле мистические, трудно объяснимые или совсем необъяснимые вещи время от времени случаются. Я это очень люблю. Не очень на это… В общем, иногда на это надеюсь. И бывает, что это происходит, что персонаж откуда-то извини, я понимаю, вот оно. Вот оно, совершенно случайным образом. А бывает такое, что вот, ходя и мучаясь, когда не находится правильное имя, это же очень, я так понимаю, восточное, да, что каждая вещь должна быть правильно названа, что без своего имени она не сможет быть собой. Бывает, что вы обращаетесь к каким-то близким вам людям, ну, помоги, ну, придумай мне? Нет. Нет, я никогда никому за помощью не обращаюсь в свои работе, мне даже странно, что мне никогда в голову не приходила эта мысль. Понимаете, сочинитель – это до такой степени одиночная профессия, что тебе даже в голову не приходит, что кто-то в этом твоем мире может тебе чем-то помочь. Я сейчас не беру экспертов, да, когда ты там изучаешь фактуру материала, это понятно. Ну, вот когда вы с актерами беседовали, например, да. Да, 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 нет, это другое совсем. Нет, я никого никогда не пускаю в свою внутреннюю эту самую контору, потому что, ну, мне могут только помешать, вот, и еще насчет мучаюсь. Я не мучаюсь, я совсем не мучаюсь. То есть, понимаете, насколько я себя представляю, у писателей есть двух типов. Один писатель – это писатель мучающийся, которому процесс, знаете, брат писать трудно. Такой вот Серапионов брат или Федор Михайлович Достоевский, которому надо это самое, мучиться и страдать. И есть писатель, что ли, такого гедонистического плана. Так вот, я отношусь ко второму. Мне все в этом работе доставляет удовольствие. Я даже не могу это назвать работой. Вот, мне это все очень приятно. Нет, никаких мучений для меня здесь нет и в помине ни почему. Иначе, если бы я от этого мучился, я не мог бы в таком темпе писать книжки. Я их писал, потому что, ну, это моя жизнь, это мне нравится. Как у Андрея Кнышева, помните, в «Просто книге» «Не торопитесь выбрасывать старый диван, сделайте это медленно, с удовольствием». Скажите, пожалуйста, вот вы даете 10 уроков мастерства ремесла, да? Ваш пятый урок о том, как правильно демонстрировать хорошее отношение к своему персонажу, да? Как правильно подавать любимого персонажа. Вот в свое время, когда я начал увлеченно в захлеб читать Бориса Акунина, при том, что я читатель был, как мне кажется, уже тогда достаточно квалифицированный, меня прям несколько раз резало, вы легко убивали любимых персонажей. Ну, внешне, по крайней мере, легко. Я не знаю, как вам это давалось, но Анисия Тюльпанова, я вам до сих пор простить не могу, да? Такие, казалось бы, перспективы, таким доктором Ватсоном он мог стать при Фондорине. Хлоп, и уже во втором романе, где он участвует, его не стало. Вот эта часть какой стратегии? Почему вы так или на самом деле нелегко? Я думаю, что это такое вуду на самом деле, потому что у меня есть какое-то внутреннее, я не знаю, ощущение, что если я буду на бумаге убивать хороших людей, то, может быть, это самое в жизни, они живыми останутся. Что-то в этом роде. Это как раньше на Руси, да, до XVIII века давали имена, иногда обидные, прозвищные для того, чтобы отвезти от человека какую-то напасть. Я еще, знаете, что хочу сказать по поводу этой книжки? Она существует в трех видах. То, что у вас сейчас стоит на столе и прикидывается учебником Бонка, это книжка бумажная. Вот, она такая традиционная, с картинками, но эта книжка есть еще в двух видах. Она есть в электронном виде. Бумажная издала Альпина Паблишер, а электронное аудио издал Литрес. Электронная, но она электронная, электронная книжка с картинками. Вот, аудиокнижка, она не вполне обычная. Значит, во-первых, она несколько отличается по тексту, потому что, ну, одно дело слышать, а другое дело читать. Какие-то вещи я там меняю. Во-вторых, всю часть, что ли, авторскую я читаю там, я читаю сам. Вот, читаю у себя в кабинете, там время от времени звенят часы, которые мне мешают, но поскольку я не умею их стирать, они там так и остались. Вот, а художественную часть читают замечательные актеры. Вот, то есть это как бы еще и такой аудиоспектакль получился. Григорий Шалович, вопрос, который мы часто задаем не всем гостям, но часто задаем гостям нашей передачи. Скажите, пожалуйста, когда вы пишете, вы как-то представляете себе человека, ну, некий обобщенный образ, тем более вы любите, да, вот эту игру воображения, для которого вы пишете? Вы представляете себе своего читателя? Кто он? Обычно я представляю себе кого-то вроде меня. Вот, какого-то своего двойника, который просто не знает той истории, которую я хочу ему рассказать. И моя задача, чтобы он не заскучал и дослушал меня до конца. Единственное, пожалуй, исключение – это у меня есть две детские книжки. Одна так и называется, детская книга, а другая называется «Сказки народов мира». Вот, ну, там я в первом и во втором случае представлял себе некоторых, так сказать, знакомых детей, и тоже думал о том, чтобы они не заскучали и дослушали. Именно знакомых детей не себя в детстве, да? Других детей. Нет, не себя. Не себя в детстве, потому что... Ну, книжки, которые я читал в детстве, с моей нынешней точки зрения, были не вполне. Все-таки это был Советский Союз. Все-таки многие книжки из тех, которые я тогда читал, и которые мне, допустим, даже нравились, но вот сейчас, мне кажется, трепедение. Ну, это естественно совершенно. А есть какие-то книги из детских, которые вам и сегодня кажется, что хорошо, что я их прочитал? Знаете, я научился читать очень рано и читал все время. Ну, просто потому что у меня мама была учительницей русского языка. Я помню. Но я стал получать удовольствие от чтения, когда у меня возникло ощущение, что я читаю взрослые, а не детские книжки. Когда я читал детские книжки, которые мне подсовывают все время, чувствовался каким-то человеком второго сорта. Когда я стал тайком читать взрослые книжки, даже часто в них ничего не понимая, я себя, что называется, сначала зауважал, вот, а потом, и книжки, которые меня... Ну, вот чертов знает, но вот «Два капитана» — это детская книжка или нет? Вот я, знаете, клянусь вам, не прикидываюсь, я тоже подумал про «Два капитана». В каждом возрасте она соответствует тому возрасту, в котором вы ее читаете, мне кажется. Ну, это совершенно замечательная, это совершенно замечательная по ощущению была книжка. В отличие, там, я не знаю, от рассказов Аркадия Гайдара, которые мне все время давали тогда взрослые читать, и мне как-то было скупом. Вот, по судьбе барабанщика и синюю чашку. А вот «Два капитана» — да, это была замечательная книжка. Конечно, замечательный детский писатель, на самом деле, Александр Грин. Наверное, взрослым его считать и не надо. Я недавно полез перечитывать и расстроился, а вот в детском возрасте, ну, это замечательная книга. — Григорий Шалович, скажите, что нам ждать? На чем вы сейчас работаете? — Ну, хоть намекните, да. — Ну, что намекать, я вам прям скажу. Я сдаю сейчас, вот в типографию на днях уходит последний том «Моя история российского государства». И летопись будет окончена моя. Вот, ну, кроме того, меня сейчас очень интересует аудиоформат, и поэтому я сейчас делаю, придумываю такую совершенно необычную интерактивный аудиоспектакль про Эраста Фандорина, который... Это, в принципе, не может существовать на бумаге. Это можно будет только слушать. — Это будет сделано на основе старого материала или что-то новое ждет, какая-то новая история? — История — это будет абсолютно необычный, так сказать, формат. Вот, у меня хороший опыт работы со старителом, я вот думаю, что я для них это сделаю. — А еще один секрет, откройте, пожалуйста. Что-нибудь хотя бы на какой-то стадии подготовки с кино, с сериалами происходит с вашими произведениями? Вот, например, после, ну, в общем, на мой взгляд, большого успеха сериала «Пелагея и белый бульдог» как-то все ждали, что скоро «Черный монах» появится. — Какие-то все время идут переговоры, какие-то даже заключены контракты, но из моего долгого опыта отношений с кинематографом я твердо усвоил, что до тех пор, пока не начался продакшн, все это в любой момент может развалиться и говорить об этом дурная примета. Поэтому... — Более того, даже когда начался пост продакшн, и то это еще ничего не гарантирует. Но мы будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное. — К сожалению, программа подходит к концу. — Много благодарности здесь. Если бы мы это все зачитывали, мы бы половину передачи потратили на это, а не на разговор. Просто поверьте нам на слово, что многие люди благодарят вас и за ваше творчество, и за вашу жизненную позицию, и за сегодняшний разговор. Спасибо вам большое. Мы будем рады вас видеть как можно чаще. — Ну и напомню, «Русский в Англии» — «Самоучитель по билетристике» есть в печатной версии, есть в электронной, и есть специальная аудиокнига, где есть дополнительные материалы, которых вы можете не увидеть в печатных и электронных версиях. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну а «Книжный казино» прощается с вами до следующей недели. Будем здоровы! «Русский в Англии». Самоучитель по билетристике Бориса Акунина. Авторская аудиоверсия «Русский в Англии» «Русский в Англии» «Русский в Англии» «Русский в Англии» «Русский в Англии»